Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и здесь на своем канале я рассказываю про психологию красоты. Как с помощью декоративной косметики или косметики по ходу за кожей выглядеть всегда молодой, красивой в любом возрасте. Это важно. Я хочу вам показать макияж, который был у меня недавно вот в этом рилсе. Очень многим понравился, было много вопросов по поводу того, какие тени, покажите этот макияж, какие там особенности. И вот как раз по вашей просьбе, девушки, я решила, что надо сделать мини-урок, показать, как поэтапно я делаю макияж в этом ролике. Ну что, начинаем. У меня сейчас на лице тональный крем, это у меня Ева Мозаик, я его очень люблю, особенно в зимний период мне нравится. На верхнем веке это у меня тени кремовые от Кика, которые служат такой подложкой для того, чтобы были более стойкие тени и для того, чтобы цветопередача теней была такая, какая есть в палетке. Брови это маркер Диваж, у меня цвет 02, румяна Artvisage, номер 11, мои любимые, такие вот розовенькие. И консилеры под глазами это Clorans, номер у меня 02. На губах просто бальзам. Вот теперь я приступаю уже к макияжу глаз. Я никогда не делаю, но редко я делаю одной палеткой. Как правило, вот опять же будет некая фантазия, что мне сегодня захотелось вдруг использовать сиреневые тени. Но я их не использую в чистом виде, вот как они есть в упаковке. Например, в данном случае я сегодня буду использовать один из оттенков, вот из этой палетки Пупа. И цвет у меня будет вот этот вот, такой сиренево-фиолетовый. Но в качестве базы я использую уже достаточно давно эту палетку Кика, которая мне очень нравится по качеству теней, по цветам, поэтому я ее использую. Итак, сначала я беру кисточку, обязательно, чтобы она была такая вот пышненькая. Но сейчас первый шаг это набивка тени. То есть мне нужно нанести тени вот на эту зону, что я делаю. Из этой палетки я выбираю цвет коричневый, здесь вот он у меня на видео сейчас самый верхний. И этим цветом я проставляю такую точечку, которая создает увеличение глаза. Что это значит? Это то темное пятнышко, которое создаст эффект лифтинга. Как только я обозначила вот эту вот точку, точку лифтинга, мне сразу проще сделать и макияж. Вот видите, уже получается легкая тень, которая позволяет скорректировать объемное веко. Любое объемное веко. У меня, может быть, вы скажете, не самое объемное. Возможно. Но это не имеет значения, какого объема у вас века. Любое веко при такой технике скорректируется. Этот цвет коричневых теней, он не совсем рыжий, но и не совсем холодный. То есть не сказать, что это серые тени. Все-таки это коричневые. Но коричневые, скажем так, среднего подтона. Подтон, это имеется в виду, что тени могут быть, например, коричнево-рыжие, коричнево-серые, коричневые-холодные, коричневые-теплые. То есть в зависимости от того, какая у вас идея в макияже или какой у вас цвет кожи, цвет кожи имеет значение, мы выбираем оттенок коричневого. Растушевую. Растушевка имеет огромное значение. Именно она дает вот эту вот холеность макияжу. Если сделать качественную растушевку, то будет прямо очень круто. Конечно, этому надо научиться. Надо правильно выбрать тени, правильно выбрать кисточку, знать пропорции своих глаз, куда что наносить. Я, конечно же, этому обучаю, потому что одно дело, вы посмотрите, как я делаю, но другое дело, когда вы будете, скажем так, этот рисунок тени применять для себя. Пропорции имеют значение. Например, учитывая, что у меня вот эта высота среднего размера, я могу вот здесь вот так вот размахнуться и сделать повыше вот эту растушевку для того, чтобы увеличить глаза. А если у вас, например, бровь находится ниже, вот тогда вам некуда растушевывать. Вам нужно больше акцент делать в сторону, кому-то наоборот по нижнему веку. Это все пропорции. Об этом очень подробно у меня все в базовом курсе, поэтому после прохождения этого курса вы 100% будете понимать свои достоинства. Это важно, именно достоинства. То есть в данном случае многие говорят про коррекцию, но дело-то не только в коррекции. Надо же еще и красоту подчеркнуть. А как ее подчеркнуть? А сначала нужно знать, а где она, а что это, а где красота именно моя и почему. Мне красивая растушевка, например, вот таким образом, а вам чуть-чуть по-другому. Хотя общая идея будет такая же. Это как раз называется посадить макияж на лицо. Это имеется в виду, что вы знаете, увидели идею макияжа, а потом применяете для своего лица. И получается красиво, не шаблонно. Так, вот это такая как бы рыба, да, называется, когда сделан макияж не до конца. Ну, как бы идея уже понятна. Теперь я дублирую второй глаз для того, чтобы у меня получился рисунок симметричен. Ставлю вот эту точечку, смотрю в зеркало и понимаю. Так, здесь я сделала повыше, тут пониже. Начинаю выравнивать и добиваться ровного рисунка. Тем более, если у вас асимметрия глаз, то очень важно научиться делать качественную вот эту вот растушевку, чтобы с помощью теней как раз могли скорректировать асимметрию. Если она немного останется, не переживайте, это естественно. Самое главное, чтобы она не была ярко выражена. Поэтому асимметрия есть абсолютно у всех. Вот тут вопрос, в какой степени. И поэтому можно ее скорректировать, сделать практически симметрично. Можно скорректировать яркую асимметрию, и вот она не особо заметна. Многие визажисты западные, популярные, эту асимметрию еще даже усиливают. Точнее, не прячут асимметрию, например, бровей, а наоборот подчеркивают как изюм. Это как раз очень здорово в том случае, когда ее невозможно спрятать. Чтобы сделать качественную растушевку, я всегда использую не один цвет. Теперь для того, чтобы сделать более плавный этот переход, я могу взять из этой же палетки цвет, который будет светлее. В данном случае из этой палетки я возьму следующий цвет, вот этот. И он как раз поможет мне вот этот контур сделать более мягким, чистым. Что значит чистым? Чистым это значит как раз плавный переход. Вот я набираю другую кисточкой, которая у меня чистенькая, и делаю растушевку. То есть по периметру этого рисунка, вот этими светлыми тенями, как будто бы размываю контур. Таким образом как раз и получается вот эта вот дымка, поволока. Именно она создает вот этот богатый макияж, когда нету жестких линий. Не забываем форму корректировать консилером. Еще беру консилер с кисточкой, и вот тут, когда у вас нечеткая форма, мы берем вот так консилер, раз, и получается четко. Поэтому просто пальцем растушевали. Или можно взять, например, спонжик маленький, треугольничек, все что угодно. Самое главное, чтобы вот эта вот линия у внешнего уголка глаза, она не была какая-то кривая. Вот тут очень важно вот этот диагонал. Что там у нас с возрастом? Беки разные. Конечно, естественно. Вот у меня тоже есть такая особенность, что вот этот глаз, вот это место, оно как-то по-другому, они стали ложиться. Нормальный процесс, не паникуем. Да, есть такое. Потом, если вот тут есть немножко вот эта грыжа или объем, здесь чуть-чуть затемнели, так как получается цвет единый, мы создаем иллюзию одной большой формы. То есть, посмотрите, вот эти тени, они смотрятся масштабно, да, и начинаются тени вот отсюда, заканчиваются здесь. Поэтому я не поделила глаз на несколько отрезков, а сделала большой, красивый глаз. Или вы подчеркиваете свою форму, или вы меняете свою форму в зависимости от того, там, какая задача. Ну, например, там, глаз круглый, вы хотите сделать его более вытянутым. Или наоборот, может быть, задача такая, скорректировать овал лица. Допустим, вы поправились, щечки стали больше, а глаза не поправились, их надо увеличить. Поэтому увеличиваем их и по вертикали, и по горизонтали. И таким образом создаем вот эти вот гармоничные пропорции. Теперь я беру тени. И вот в данном случае будут как раз вот эти пиолетовые, которые создадут такую вот, как бы, томность, дымку, немножечко отстраненность, потому что фиолетовый цвет, он всегда создает какую-то глубину, загадочность. Ну, в общем-то, это философия этого цвета. Убираю на пальчик и наношу на центр века. Таким вот образом смешивается. Здесь очень важно выбор теней, которые будут наслаиваться на предыдущие. Что это значит? Потому что, смотрите, какая особенность. Когда вы выбираете тени, тёплые и холонные, если их смешивать между собой, то они создадут грязь, и получится грязный макияж. Например, если у вас вот тут вот тени коричневые, и вы будете растушевывать их фиолетовым цветом, то получается как раз некрасиво. В данном случае я совсем немножко, посмотрите, у меня вот на этой части века тени не тронуты, чуть-чуть. И тени должны быть такие, которые перекрывают предыдущий цвет. Что это значит? Вот я их набираю, посмотрите, видите, они какие по цвету. Ну, то есть набираются плотно, не дымчатые. И как раз вот эта плотность теней позволяет забить. Забить что значит? Перебить предыдущий цвет. Это получается не смешивание цвета, а накладка на цвет. То есть один цвет есть, я его перебиваю, как будто бы, и следующий цвет смотрится такой, какой он есть. То есть они не смешиваются. Это очень важно, иначе может получиться грязь. Наношу на подвижные века, на центр, застышевываю чуть-чуть к внутреннему уголку глаза и не заезжаю на внешний уголок. Это важно. Для кого-то такой макияж покажется болезненным. Да, возможно, потому что он еще не доработал. Нужно обязательно прорисовать нижресничное пространство. И по нижнему веку у меня вот в том ролике был карандаш зеленый, и он не темный. И я его нанесла совсем чуть-чуть, для того, чтобы скрыть вот эту вот розовую слизистую и сделать контур глаза более выразительной. Карандаш у меня заточен не сильно. Это важно, чтобы не прорисовать четкую линию, а чтобы она была именно размытой. И я рисую не столько послизистой, сколько межресничное пространство. И вот здесь очень важно выбрать карандаш не особо темный, потому что темный на себя заберет всю яркость. Что я делаю? Вот я прорисовываю по слизистой, как будто бы даже не до конца. То есть есть такое ощущение, что я где-то пропустила, где-то накрасила, где-то не накрасила. Здесь накрашенный стеснить уже интересно. Вот здесь вот самое главное, с этим карандашом не переборщить. Я советую даже, что у меня опять же на базовом курсе очень подробно рассказываю про косметику декоративную. Какая она бывает? Чем она отличается? Это уже надо знать, потому что косметики много продается. Сейчас я делаю сверху еще на ресничку. А некоторые даже не понимают, чем отличаются эти приметы. Карандаши, как их выбирать, на что ориентироваться. Это тоже наука. Вот. Я использую керлер всегда. Вам, возможно, не нужно. Это личное дело каждого. Я очень люблю, когда ресницы подкручены. Лайфхак. Я беру гель для бровей с сильной фиксацией. Это у меня Манли Пром. И уже после того, как я их подкрутила керлером, я беру гель для бровей и крашу ресницы, чтобы этот изгиб зафиксировать. Этот гель фиксируют очень хорошо. Они такие сейчас будут как будто бы мокрые, влажные. Есть такое ощущение, что они накрашены, но на самом деле это просто прозрачный гель для бровей. И после этого я наношу тушь. И у меня получаются они более объемные. И долго держат вот этот изгиб. Ну, и теперь тушь. Смотрите, как красиво. Но я люблю объемные. Моя любимая тема наставила кляксу. Я обычно жду, когда эта клякса высохнет и потом аккуратно сухой ватной палочкой все это убираю. Вот, посмотрите, какой изгиб густой ресницы. Без фанатизма нижней ресницы. Совсем чуть-чуть, чтобы не было фокусного внимания на нижнюю часть века. Но это в данном случае, опять же, учитывая мои пропорции. В вашем случае, может быть, вам и нужно поярче нижнее веко. Это зависит от того, какие у вас глаза, какие задачи, какие пропорции. В конце немножечко добавляю консилера, чтобы вот здесь вот эту зону сделать более совершенной. Чтобы тут как раз не было никакого синего, фиолетово, коричневого цвета. Пускай все вот эти сложные цвета будут только вот в этой зоне. Поэтому дублирую консилером. И вот сразу фокус внимания еще больше идет на эту зону. И как в том видео, делаю контур губок с помощью консилера. Полупрозрачный вырезок. Такой макияж делается буквально за 15 минут. Если без разговоров по существу, то это достаточно быстро. Когда вы знаете хорошо свои пропорции, форму, то у вас практически любой макияж не будет занимать длительное время. Больше всего это, конечно, стрелки вырисовывать. Это сложнее. Потому что с возрастом века меняется и не всегда получается быстро и качественно. А что касается рисунка теней, то приноровнувшись для своего века, вы сможете в конце концов настолько отточить свою технику, что у вас будет получаться достаточно быстро. Я надеюсь, вам понравилось. Вот вы просили сделать этот макияж. Я сделала. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И под этим видео напишите, пожалуйста, какая тема вас интересует по макияжу. Я обязательно сделаю видеоролик, чтобы осветить эту тему. Все ссылки под этим видео. Благодарю вас за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok